еще на несколько минут задержимся в хакасии оно того стоит сразу хочу уже наверное в сотый раз сказать что лично я человек насколько позволяет профессия и нынешнее время максимально аполитичный ни в какой партии кроме ленинского комсомола еще в восьмидесятых не состоял хотя и то всего лишь союз мне совершенно все равно кто ты едрос лдп ровец или коммунист если ты по жизни человек-какашка без принципов но с талантом лизать и клянчить то кому бы ты не примкнул запах от тебя все равно соответствующий и консистенция вот никак не стальная это правда жизни в любой семье не без урода равно как и в каждом семействе встречаются люди грамотные талантливые хорошо воспитаны прекрасно понимая это периодически ловлю себя на мысли о том насколько же не совершенен наш мир наше общество если мягко говоря более чем сомнительные личности причем даже на первый взгляд умудряются попасть во власть будучи избранными народом я сейчас больше ничего в студии комментировать не стану уйду за кадр это надо смотреть в принципе это даже сложно назвать супер важный для республики новостью это забавно для обывателей и одновременно показательно для избирателей сошлись в суде два депутата верховного совета хакасии романа брафиков и олег иванов вглубь темы мы отдельно на несколько минут нырнем на следующей неделе в информационной программе тон а пока суть вопроса вкратце чисто для поднятия настроения методом просмотра комической миниатюры вы и конечно же помните скандал связанный с председателем верховного совета хакасии штыгашевым и произнесенным им с трибуны откровенным оскорблением калмыцкого народа да вот эти слова если кто не помнит сорок третий год конец идет комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских войск и их прихвостей на территории ссср и эта же комиссия занималась выселением всех предателей их близких родственников за пределы этих национальных территорий шло как раз комиссия о выселении калмыков когда посмотрели ни одной нет семьи где был фашистов кто-то не служил карателем отец брат ну сын то есть в каждой семье калмыки обиделись очень сильно приезжали даже на сессию в абакан вот только штыгашев с ними встречаться не стал и даже на сессии присутствовать не позволил тени успокоились и теперь уже написали письмо президенту это теперь а ранее штыгашев откровенно разозлился на брафикова поскольку именно по причине существования сми последнего скандал не удалось спрятать от общественности образно выражаясь была дана команда фас кому видимо тому кто сидит во главе стола пытаясь выступить в одном из хакасских сговорчивых сми сию картину можно назвать альбертыч тянется к коммунистам кстати в рядах которых одно время и состоял а также бывал и в лдпр и в единой россии теперь в пенсионерах россии вот такой непостоянный на что вы хотите если официально выставлен человеку диагноз шизофрения если откровенно то это видно не вооруженным глазом а если депутата послушать то ясно и как говорится с первой ноты так вот по мнению этих очаровательных защитников штыгашево в возмущении калмыков виноват никто иной как а брафиков предупреждаю сразу понять речь иванова и уследить за его мыслью дано не каждому не очень неприятно что часть калмыцкой общественности скажем так не официально выясняет свои вопросы значит свои подозрения не путем дискуссии проясняются скажем так ведутся где-то на мой взгляд на нити кукловодов поэтому я считаю что на сегодняшний день исключительно эта ситуация является провокативной вот олег альбертович иванов красавчик казалось бы свои предположения депутат может транслировать сколько угодно вот только этот гений политической мысли при моральной поддержке по бокам выразительно сидящих в этом же выступлении публично заявил о причастности романа брафикова громкому убийству в минусинске в 2017 году вот это уже перебор за это альбертович и поплатился десятью тысячами за нанесение морального вреда и шестью десятью тысячами за оплату профессиональной экспертизы его высказываний впереди дело уголовное на предмет клеветы и тут уже копейкой не отделаешься варианта два первый сложить депутатские полномочия по причине грядущего осуждения по уголовке второй сделать то же самое но уже вспомнив что у него есть справка от психиатра что он больной человек а значит спрос с него как с кузнечика не депутатский посмотрим чем душа успокоиться мне куда интереснее другое зачем штыгашев выбирает себе в защитники вот такие экземпляры думал думал и понял знаете почему многие женщины предпочитают иметь страшненькую подружку потому что на ее фоне дама хоть и не красавица по определению выглядит вполне себе ничего вот и в вышеописанной ситуации как мне кажется есть что-то похожее команда канала зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов